Мы можем долго рассуждать о религии, которую в прошлом исповедовали жители Санкт-Петербурга. Возмущаться церковному расколу, который незадолго до строительства города якобы произошел на Руси. Искать следы сподвижника Петра, который в официальных документах значится как Феофан Прокопович. Но давайте посмотрим вокруг на сохранившиеся материальные следы. Те, кто жил в этом дворце, видимо не знали своей официальной истории, которую им конечно сочинили намного позже, в 19-20 веках. Где здесь Никон со своим трехперстным знамением и где Петровский священный сенот во главе с Феофаном? В фильме «Жуть! Вот где вторая могила Павла I», историки скрывали это 200 лет, я показал странный античный мавзолей, называемый супругу-благодетелю. Видимо именно здесь и был реально захоронен Павел I, либо часть его тела. Сравните символику этого мавзолея с надгробиями Петропавловского собора. Вроде бы в этом Петропавловском соборе надгробия царей 18-19 веков. А вот мавзолей Павла I, как будто это все с разных эпох. В общем, ничего из той религии Никона и Прокоповича. Настоящая античность, чьих идолов христиане должны были вроде бы низвергнуть еще за 15 столетий до 18 века. Но самое главное, перед нами практически пантеон олимпийских богов, только во главе с Аполлоном. Но этот вопрос я подробно раскрою в следующих фильмах. Сейчас понятно только одно. Мифология говорит о победе Аполлона над Зевсом. Не это ли была причина последней античной войны и глобальной катастрофы конца 17 века? Ведь именно эта катастрофа полностью уничтожила античную цивилизацию. И причиной ее получается была снова война богов. Но, как мы понимаем, после этой глобальной катастрофы мир снова восстановили. И восстановили его выжившие античные гиганты. Они и стали той самой Петровской аристократией. И именно они, вплоть до следующего потопа средины 19 века, продолжали поклоняться олимпийским богам. Только уже во главе с Аполлоном. Очень интересная картина Николая II. Вот он, Николай II, красиво изображен. А теперь мы обходим этот угол. А здесь галерея, все правители. Вот Екатерина, Павел. Заходим в обратную сторону. А здесь у нас будет антицарь. А теперь, самое интересное, символизм всей этой композиции. Ленин стоит спиной за Николаем II. А лица у них настолько похожи, у Ленина и Николая II, что какой-то этот исторический миф или уши зайца просто пробивают. Сквозь пелену истории. Очень интересные планировки, похожи на античные. В чем здесь прикол? Здесь нету, все комнаты проходные. Вот, смотрите, залы какие-то, спальни, да. Вот как они жили все в проходных комнатах. Ни туалетов нету, ничего. Сплошные проходные комнаты. И проходные, а даже спальня царица, у которой обходного пути нет. Как это? Квартира Пушкина точно такая же. Все вагончиком. Кто здесь жил и что у них был забыт? Непонятно. Вот проходные комнаты. Вот мы как раз пытаемся найти вещи больших людей. Вот одна из них. Кружечка. И вот кружечка. Но это однозначно не под наш рост. То есть такая кружечка, весом килограмм восемь, если еще наполнить, металлическая. И по прихвату, то есть то же самое, что мы видели в Марокко со стаканами. Будем искать дальше. Но вся экспозиция сформирована заново. То есть собрана непонятно из чего. Стены покрашены. Удержать такую кружку в руке современному человеку просто нельзя. Ему поднять ее будет неудобно. Он скорее всего ее уронит и что-то портит. Ну эргономика не та. То есть это эргономика. И еще уровень хвата. Уровень хвата ручки. Ручки определяют сразу все это. Не двуручный хват. Это одноручный хват. Очень широкий ладонник, с мощными пальцами. Отверстие под пальцем громадное. Это как бы вообще не исполено. Не то что гиганты в два раза, это как бы вообще не исполено. В два раза шире наши руки. Практически в два раза. Ну сейчас на台灣 пуллитра бы заменяла. Максимальная гружка – пол-литра. Причем у них конечности были не в два раза больше. А здесь литра три. А рост был больше, чем в два раза. Но литра три. Так она сама скольколекает. Сама сколько весит? Плюс литра три. А начальник литров восемь. С интерпретацией пол-литра для нас максимальная кружка, в которой мы пользуемся 250 грамм, пол-литра, а здесь трехлитровая кружка. То же самое, что мы видели со стаканами в Марокко. Мы много находили различных отопительных приборов, печей, вроде бы когда потопного времени. Вот древний холодильник. Это для шампанского здесь лед поддерживался. Как он поддерживался, неизвестно. Вот, смотрите, устройство Екатерининского холодильника. Очень интересная древняя бахта Черного моря. На этой карте уровень воды в Черном море гораздо ниже, чем современный. То есть площадь Крыма практически в два раза больше. Какой-то в районе Терчи или непонятно, проливы, два пролива. И вообще граница совершенно другая. Здесь странная очень карта. Она может быть, кстати, не ниже уровень моря, а как и выше. То есть, скорее всего, это карта, когда уровень воды был плюс 50 метров. И вот это побережье Кавказа, она как раз затоплена по горам, которые сегодня стоят. То есть, таким было начало 18 века, когда вода стояла плюс 50 метров. И вот, пожалуйста, вам карта. Как раз поднятие на 50 метров. Оно отрезало. Оно тоже искаженное сильно. Перед нами, скорее всего, действительно перешитая одежда гигантов. То есть, размер в плечах очень большой. Кто-то скажет, что это на что-то поддевалось. Но действительно, вот это волочение сзади, шлейф, это так же, как и кафтаны опричников, у которых посредине вырезали, рукава болтались. Думаю, что все поверят в это. Похоже, вот, действительно, по размеру. Здесь надо 54 или даже больше. 56 размер по плечам. Это достаточно большая одежда. Снизу подрезанная, простроченная. Вот Александр увидел то, что я не увидел сбоку в этом халатике. Да. А спереди нашита деталь, которая привлекает наше с вами внимание с изображением корон. И она закрывает основную часть конструкции этого одеяния. Основная часть закрывается в складках, которые мы с вами вот отсюда видим сразу за воротником. Складки позволяют расширить это одеяние примерно в два раза. Это не 58 размер. То есть, сложили как парашюты подшили. Просто он сложен как парашюты и прошит он складки. Вот они видны сверху. Вообще, у него так вот стянут. А если его развернуть, он будет где-то около метра примерно в ширину. А теперь посмотрите качество этой ткани. Это вообще за предел. То есть, на каких станках его шили, как за ней ухаживали, на какой швейной машине это происходит. Это не ручная работа. Это реально серьезнейшая ткань. На дециметр или на сколько, на квадратный сантиметр количество стяжек здесь вообще, наверное, запредельное. Я еще добавлю. Вот было выражение «касаясь сожжения в плечах». Касаясь сожжения в плечах – это вот так вот. Вот так вот? Вот так вот. Понимаете, что это легко. Я бы всегда думал, что это выражение фигуральное. Нет. Оно имело по целой почвы. Ну, это исполины. Такую косую сажа не имели. Но я вам скажу, что пока мы по каким залам ходим в Эрмитаже, да, высота потолков большая, но я исполинских проходов не видел. Вот для гигантов есть вот тех 2,50, 2,70 есть. Исполинов пока ищем. По данным ВЦИОМ, с разной периодичностью усталость испытывают 88% людей, а треть живет в таком состоянии постоянно. Главные причины этого – недостаточное снабжение тканей кислородом, нарушение клеточного метаболизма, снижение количества митохондрий. Лично я для повышения энергии использую синтезит. Синтезит – это синтезированное молодое железо, которое комплексно воздействует на улучшение всех параметров организма. Про синтезит я узнал 3 года назад и был удивлен, что в России разработан такой уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире. Эффективность и безопасность синтезита подтверждена научными исследованиями. На YouTube-канале «Синтезит» уже сотни отзывов людей, которым он помог. Действием синтезита я доволен и постоянно покупаю его себе и своим родственникам, а также рекомендую его и вам. Кстати, сейчас на сайте производителя идет акция на синтезит. Его можно приобрести с большой скидкой. Узнать больше про синтезит и ознакомиться с результатами его исследований вы можете на официальном сайте производителя. Ссылку оставлю в описании. Пользуйтесь! Перед нами яркий символ христианской Российской империи. Здесь у нас русалки изображены, шестиконечные звезды, ведические короны, при этом знак Российской империи, двуглавый орел. Ну, вот так вот. И символ мировингов или чингизидов. Лилия тоже чисто ведический символ. Ни крестов, ни икон. Ну, как бы вот. А это святой Александр Невский в царской императорской генеалогии. Пушки изображены, какие-то ружья со штыками. И вот все это опять на фоне. Правда, здесь в центре уже лилия мировингов двойная. Она на восьмиконечной звезде находится. Ну, и флаги. Что это? Непонятно. Вон римский СПЦР. И сверху у нас опять лилия мировингов. То есть Александр Невский, как Носовский и Фоменко говорили, в своих исследованиях они очень правы были. Он принадлежал генназии чингизидов. А чингизиды это и есть мировинги. А вон сахарницы. Ну, здесь можно долго не говорить. Вот это вот все сахарницы, солонки, исполинов. Это даже не гигантов. Вот это все предметы, которые ставились на стол. Кто-то мне скажет, что их ставили под стол для костей, как в фильме Буратино. Это будут глупости. Вот смотрите, чашки по три литра каждая кофе. Вот сахарницы. И вот это вот, наверное, Саш, для заморской икры было. Сюда килограмм. Сразу 150 заморской икры баклажанное накладывали. Это экспресса. Ага. Вот самовар так литра 150, чтобы все напились. Ну, вот. Для заморской икры чисто. Осетров 10 сюда заходило. Кто-то в два присеста съедал. Изделие, видимо, серебряное. И здесь все такое. В основном здесь представлено вот это столовое серебро, но реально не для нормальных людей. Это исполинские вещи. И слава богу, что они сохранились до нашего времени. Толщины ручек такие, что опять рука должна быть больше по обхвату. Гораздо неудобно брать. Вот мне крайне неудобно. У меня не смыкаются пальцы. Ты понимаешь, что это даже два человека не возьмет? Да, нет. Во-первых. А во-вторых, чтобы поднять тяжелое, надо пальцы, чтобы сомкнулись. Пустую два человека. Да, да, да. И вот конструкция ручки и конструкция объема, они говорят о том, что это такое было. А это не на столе стояло. Ставьте ложку. Это икорница. Это икорница. А вот это ставили на стол. Как вы думаете, что такое? Мы думали стопки. А это солонка. В ней, наверное, килограмма два соли в этой солонке солили. Это вот как раз солит ту черную икру или заморскую баклажанную. А это соусница. То есть вот просто на столе стояло, чтобы солить, перчить и поливать соусами. Какой их объем. Ну, кто скажет, что это для нормальных людей, пусть себе дома такое заведет. Пол комнаты займет одна солонка. Снова образцы позолоченной и серебряной посуды. Вот эта кружечка, ну, явно пятилитровая для пива. Ну, так попить пивка, ничего. Ну, опять же, пиво ли с него пили. Может быть, там, чай у него где-нибудь. Ну, пять литров, такая ручка. Как ты будешь это держать? Посмотрите на вообще все эти размеры. А вот маленькая кружечка для кофе. Только она маленькая раньше была совсем, вот как сейчас есть маленькая. Это 250 грамм. Блюдо вот это все стояло на столе. Это какой должен был быть стол, чтобы вот это все стояло только в виде соусниц, масленок. Где сам стол? Надо найти стол. Вот этот мне очень понравился. Не знаю, соусник это или литров на 20, наверное, да? Кабанин больше. Кабанин больше, да. Он понравился. А руку? Да, он мне понравился тем, что он сделан для одной руки. Для одной? Нет второй ручки. Он сделан. Хорошо, что они не успели это все продать. Видишь, почему это сохранилось у меня такое впечатление? Потому что действительно это столовое серебро и позолото, когда большевики-то все вывозили и распродавали. Там хлеб покупали, что они делали. Ну, короче, когда распродажа шла. Просто не нашлось иностранцев, чтобы это купить. Они распродали все маленькое, золото столовое, серебро. А вот это вот благодаря тому, что им было невозможно пользоваться, никто их покупать не стал. Выделили это дешевле, поэтому не было реализации. И теперь оно благодаря этому стоит в Эрмитаже, сохранилось до сегодняшнего времени. Тут еще какой момент. Когда мы откроем вот эту крышку, мы пытаемся что-то оттуда налить, нам нужен соответственный сосуд. Куда мы это нальем? Потому что ширина потока у этого сосуда будет соответственно тому объему, который мы поставим. Это очень серьезный объем. И вопрос пива. Кто пьет пиво или иногда пиво. Сколько? Пол-литра с пеной покупаешь? Литрушки бывают. Литрушки бывают, но я раньше не любил брать литрушки, потому что в них пиво быстро остывает. Ты не успеваешь этот литр выпить. У тебя 5-литровая кружка. Кто будет с нее пить? Это реально не то. Вот сейчас мы увидим эти кружки. Они не подписывали здесь емкости, но написано, что 1831 год, Лондон, мастер, пол-сторм. Это какие способности должны быть у человека, какого он должен быть, рост и размеры, чтобы держать одной рукой и пользоваться данным прибором. И вот еще тоже стопка. С новой моей работой вы сможете ознакомиться на сайте Sponsor.ru. Здесь я начал разбираться в искаженной истории человечества с самого начала, с момента его появления на нашей планете. В представленных лекциях вы увидите то, что я по многим причинам не могу выложить на YouTube. На сайте Sponsor.ru я начал уточнение своей гипотезы реального прошлого, сшитого грубыми нитками в знакомых вам фильмах на канале iSpeak. Переходите на сайт Sponsor.ru. Ссылка будет в описании под этим видео. У меня складывается впечатление, что вот этим столовым серебром пользовались действительно уже межпотопный период. И пользовались вот именно те, кто был теми самыми так называемыми Петрами, Екатеринами, хотя их звали, конечно же, по-другому. Сам Эрмитаж представляет из себя больше античный музей, чем какой-то христианский или еще непонятно какой. Получается, что действительно после античного потопа выжила какая-то часть исполинов и гигантов. Хотя вот эти кружки, они действительно больше, можно сказать, исполинские, потому что человек 2,50 роста, но для него тоже она будет большевата. Но, скорее всего, это столовое серебро, оно может быть действительно античное. И гиганты им как-то еще пользовались в межпотопный период. И реально все эти сказки, что Екатерина была там ростом 1,50 м, я думаю, не имеют под собой ничего правдивого. То есть это были действительно очень высокие люди. Вся эта аристократия межпотопного периода 18-19 веков была очень высокая. И, скорее всего, Петр I еще самый маленький из них был. А эти все были намного выше. Елизаветы, Екатерины. И так продолжалось примерно до катастрофы средины 19 века. А потом к власти мест последних уже императоров священного Рима из династии гигантов больших после Николая I и Александра I пришли, скорее всего, уже какие-то другие. И началось это с Александра II, Александра III, Николая II. Это были уже люди, не то что... не аристократичные, это был просто уже наш вид. А то был вид другой. Вот мы здесь видели мебель, которая, собственно, мебель не нашего родственного людей, а мебель гигантов. Особенно если сравнить, вот там другие есть, бюро и другие вот скитеры. Потому что вот видно, что масштаб вот... Ящик вообще общий масштаб даже. Общая вот мощь и зеркальца. И зеркальца. И ты абсолютно правильно. Здесь очень мало вещей гигантов и исполинов. В основном все уже заменено. То есть просто экспозиция устроена в проходах. Стулья под наши... Вот есть диваны, которые, казалось бы, для больших людей. Но в основном все стулья подрезаны. То есть вот прямо не скажешь, как все закрыто. А это действительно секретер, ну вот на нем работать или дотянуться до этой поверхности. Кто-то скажет, это ерунда, все. Но зеркало, секретер, в принципе, это может быть для людей, которые были 2,60. Ну очень много еще вот мебель гигантов. Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Причем там вот есть такого масштаба, формата мебель. А есть мебель еще и на порядок как бы больше. Вот под людей следующего роста. Здесь мы видели только одно часы в начале. Вот то были часы действительно совсем большие. А здесь вот мебель обычного роста следующего. А вот там еще для больших людей. Ну судя по потолкам, это здание действительно Эрмитаж не античное, но строилось в 18 веке, уже в межподобный период. Ну строилось оно. Хотя вот этот проход, он не для исполина. То есть это проход именно для гиганта, который в 2 раза выше 130-сантиметровых людей. Рост гигантов это 2,70, чтобы все понимали. То есть вот проходы под них. Но есть в Питере и определенные проходы для тех самых 4-метровых. Вот как в музее Марокко, где мы в Маракеше показывали стаканы и примерно такую же посуду. Кто-то скажет, что это для большого торта или для большого яблока. Ну вот это вот сливки наливать куда? В ведро? Что были за люди, которые ели из этих предметов? Жалко очень, конечно, они спрятали все ложки и вилки и ножи. То есть здоровые. Они действительно были. Я их когда-то видел. Вот такие вот ложки. Причем металлические, красивые. Причем металлические, красивые. А сейчас небольшое объявление. В прошлом году наш экспедиционный клуб совершил 2 выезда на Северный Кавказ. Мы посетили Дагестан, Ингушетию, Чечню. И мы нашли там очень много интересного. Мы нашли там и захоронения великанов, и огромные террасы, которые позволили нам сделать вывод о том, что этот регион до совершенно недавнего времени был заселен достаточно высокотехнологичным населением. Вы все это видели. Мы показывали в фильмах эти огромные террасы, эти огромные остатки водохранилищ. Ну и конечно же мы показали самое главное людей, которые там жили. Это мы нашли в осетинских склепах Доргавса, посмотрите сами. Да, многие в это не поверили, но посмотрите, гроб действительно 3,75 и полностью заполненный телом. Причем захоронение очень недавнее. Это средина 19 века. В общем получается, что Кавказ это очень интересный регион. Мы это с вами конечно же знали, изучая Крым, изучая Западный Кавказ. Но на Кавказе очень много ответов по нашим с вами темам, по засыпанным этажам, по следам глобальной катастрофы. И самое главное, по тому населению, которое раньше жило не только на Кавказе, это те самые асы, но и на русской равнине. И частично мы являемся их потомками. Потому мы решили предпринять следующую попытку и перевалить за Кавказские горы. Наш экспедиционный клуб Айспик готовит новую экспедицию. С 1 по 7 декабря этого 2024 года мы посетим Азербайджан. И посмотрим на Кавказские горы с другой, южной стороны. В этой экспедиции мы с вами исследуем старую часть Баку. Бакинская крепость, район Ичилиши-Хер. Исследуем мы конечно же и Девичью башню. На территории Старого Баку расположены десятки исторических памятников. Рыночная площадь, мечети, караван-сараи, бани, жилые дома. А также дворцовый комплекс Ширван-Шахов. Лично для меня будет очень интересно снова оказаться в Баку. Я там не был более 30 лет. Я там начинал учиться в Каспийском военно-морском училище. Тоже очень хочется посмотреть, как все там теперь. Далее мы с вами исследуем знаменитый Габустанский заповедник. Здесь масса наскальных рисунков. Для того, чтобы изучить подобные петроглифы, допустим, в Ленинградской области, нужно ехать в Карелию в достаточно глухие места. В общем, в Габустанском заповеднике есть все. И следы всех недавних глобальных катастроф, и следы первичной терроформации поверхности нашей планеты, здесь есть и грязевые вулканы. Грязевые вулканы это очень интересные объекты, свидетельствующие о том, что источники холодной и горячей воды, у меня в книге «Трое осколки золотого века» как раз указано на то, что втрое были источники фонтана, бившие из-под земли, горячие и холодные. И вот грязевые вулканы это те же самые источники, которых, видимо, в античный период было очень много, накрытые всеми этими слоями глобальных катастроф. Также в этой экспедиции мы исследуем практически весь Абширонский полуостров, где основным объектом для моего исследования будет храм огнепоклонников, то есть зороастрийцев. Это древнее культовое сооружение построено на месте выхода природного газа. Следы этих самых зороастрийцев или огнепоклонников очень важны для работы, которую я провожу по восстановлению единой веры в единого Бога, то есть той допотопной религии и особенно правой стороны, то есть православной ее части, ангел-лев. Но вы видели это в моих фильмах. В этих исследованиях Азербайджана мы с вами коснемся и более близкой к нашему времени истории. Это история знаменитых Нобелей, начало добычи нефти в Азербайджане, конец 19-го, начало 20-го века. Здесь есть очень интересный музей, знаменитая вилла Петролия. Это остатки тех самых нобелевских городков для рабочих нефтяных промыслов. Чем это интересно для нас? Мы с вами знаем, имея альтернативный взгляд на историю человечества, что как раз на рубеже 19-го и 20-го века с эфирной энергетики производился переход на углеводородный уклад. Интересно было бы посмотреть, как это было. А далее, исследовав Баку и Абширонский полуостров, мы с вами отправимся на северо-запад Азербайджана, в горы. Баку, Мараза, Шамаха, Лагич, Шаки. В этих местах я буду продолжать поиск материальных следов Кавказской Албании. Кто знаком с моей работой, понимает, в каком направлении я продвигаюсь. Для того, чтобы принять участие в нашей экспедиции, перейдите по ссылке в описании на сайт iSpeak. Там в разделе экспедиции будет ее программа. Или звоните по указанному телефону. Исторические источники пишут нам, что Зимний дворец с момента окончания строительства в 1762 году по 1904 год использовался в качестве официальной зимней резиденции российских императоров. До этого 1762 года, года вошедствия на престол Екатерины Великой, с 1711 года на этом месте якобы возводились пять зимних дворцов. В других источниках эти пять дворцов строились в различных местах. История с ними похожа на историю с четырьмя Исаакиевскими соборами. Тоже якобы поочередно строившихся, то ли на одном и том же месте, то ли в разных. В итоге, пытаясь понять реально происходившие события, я пришел к выводу о том, что о настоящем прошлом зимнего дворца мы ничего не знаем. У нас есть только какие-то информационные следы. Например, такой. В 1837 году дворец сгорел. Были уничтожены все его интерьеры. И похоже, этот информационный след, именно о глобальной катастрофе, произошедшей 179 лет назад. То есть, если отнять эти годы прямой математикой, мы получаем 1842. Хотя, на календарях тогда был 1824. Это тот самый хронологический перескок, который я рассматривал в фильме. Вот как выглядит фальсификация хронологии. Снова, в искаженной переписанной истории, пожар отразился в 1837. Но реально, это одно и то же событие. Итак, о тех, кто жил в подобных интерьерах. Кстати, восстановленных даже после пожара в момент глобальной катастрофы средины 19 века. Кто это был, мы сегодня понимаем очень смутно. Но кроме официальной версии, мы знаем еще множество альтернативных. Итак, самые популярные именно из них. Петра подменили. Он был тиран и уничтожил не только 300-летних старцев, но и множество крепостных, строящих Санкт-Петербург. В итоге, в частности, про уничтожение старцев первоисточников мы с вами не имеем. Просто это когда-то рассказал нам Левашов. Да и крепостных при строительстве города реально быть не могло. Даже если такие и были, то они работали на своих полях. А вот Петербург на руинах античного Великого Новгорода строили профессионалы, имевшие высочайшие строительные знания и технологии. Посещая такие дворцы, по крайней мере у меня, сразу же закрадываются сомнения не только в официальной версии их истории, но и в большинстве гипотез, высказанных в последнее время множеством исследователей реального прошлого. А такой вот античный не только Эрмитаж. Такие не только все многочисленные дворцы Санкт-Петербурга и его окрестностей. Точно такие же и жилые дома огромной старой части Северной столицы. Такие же античные статуи в парадных и квартирах. Пяти-шестиметровые потолки и четырехметровые дверные проемы. Очень часто встречаются лестничные пролеты, подъем ступеней у которых по 30 сантиметров. Это вместо 15 используемых в наше время. Конечно, большую часть таких лестниц переделали в конце 19-го, начале 20-го веков. Видимо, когда вместо тех, кто почитал олимпийских богов, город заняли те, кто жил, как Александр Третий, в низком этаже для прислуги Гачинского дворца. Смотрите об этом мой фильм «Вот то сверхромановых» в 1855 году. По размаху, с которым построено здание Эрмитажа, дома и дворцы вокруг, похоже, все больше становится ясно одно. Петербург и не только строился в 18 веке профессиональными строительными корпорациями, располагающими высочайшим научным потенциалом и высочайшими технологиями. Да и сама экономика того периода времени была как бы не мощнее современной. А как многие знают, эта мощная экономика несовместима с рабским невольничьим трудом. Об этом нам еще в четвертом классе рассказывали учителя истории. Раб не способен качественно работать. И именно поэтому окончился рабовладельческий строй. А крепостных крестьян Руси официальная историческая наука нам и описывает именно как рабов. А еще похоже на то, что такие вот объемы профессионального строительства недостижимы даже сегодня. Что мы построили за последние 30 лет после развала Советского Союза? Конечно, многие скажут, построили много. Но вот построили мы не дворцы, каким является весь Петербург. Построили мы многоэтажные человейники. А эти в 18 веке, после прошедшей глобальной катастрофы второй половины 17-го, всего лишь за 100 лет отстроили весь мир. Отстроили, как многие понимают, на античных руинах и уже из красного кирпича. Но большую часть того отстроенного мира вновь разрушила глобальная катастрофа средины 19-го века. Многие исследователи сегодня склоняются к тому, что современные элиты и их авраамические религии пришли в наш мир только во второй половине 19-го века. И вся официальная история межпотопной цивилизации просто практически полностью выдумана. Официальная историческая наука и большинство исследователей все-таки очерняют наше прошлое руководство. Неужели негодяи-эксплуататоры, угнетая крестьян, плеткой их заставляли строить так, что не получается и у современных строителей, кстати владеющих инженерной наукой 21-го века? Неужели те эксплуататоры и людоеды построили такую вот красоту? И построили не только для себя, а судя по тысячам жилых домов города и для своих рабов. И еще интересно, есть информационные следы о том, что такими как Петербург были все города России 18-го, первой половины 19-го веков. Вы как хотите, но ни в официальной истории, ни в гипотезах большинства альтернативщиков что-то не клеится. Все, что мы сейчас видим вокруг, выдает высочайшую науку и культуру времен якобы пьяного Петра и зоофилки Екатерины. Похоже, нас пытаются обмануть со всех сторон. Но в этом конкретном фильме я просто хочу вам показать Эрмитаж, ведь не все его могут посмотреть за тысячу сноса. Вот первый ковер, который мы встретили, или шпалера, но это не габелин точно, гектор укоряющий Париса. То есть это сцена Троянской войны, что мы ищем. Мы сейчас войдем в зал ковров, и там будут они очень интересными. У меня такое предположение, что с античного периода до нас как раз дошли изображения в виде статуи скульптур и в виде ковров. То есть в бумагах они не сохранились. И очень много картин, которые дают нам представление об античном мире, у нас как раз репродукции с ковров. Эти ковры датируются 15 веком якобы французской мануфактурой. То есть получается, если античность это средневековье, это действительно 15 век, это чуть-чуть после Троянской войны, в районе 100 лет. И вот огромное изображение, как раз образ античного мира. И это сцена Троянской войны. Гектор это тот, кого потом убьет Ахилл. Это у нас фактически Тарквинская династия, Троянская. Гектор и Парис. То есть те, кто на одной стороне воевал. Те же фактически медали Екатерининской эпохи. Наши коллеги-альтернативщики в музее Ростовского Кремля нашли вот из такой же коллекции медаль, где было написано, на которой, что князь Олег в 880 году основал город Москву. И Олег в античной одежде. То есть это у нас и показывает, какой была еще шлёцеровская, миллеровская история. То есть она отличалась от современной. То есть получается в конце 19-го, начале 20-го веков историю опять исказили. Но на тот момент при Екатерине все знали, что князь Олег основал Москву в 880 году. Миррошлёцер тоже исказил историю, конечно, но вот эта информация еще имелась. То есть Москва у нас на два года раньше Киева появилась. То есть это получается вся Киевская Русь, хотя Киевская Русь это не государство, это исторический период называется. Но вот по этой медали мы можем судить совершенно о другой истории, которая у нас была в Екатерининскую эпоху. А теперь мы смотрим, может быть мы найдем что-то похожее и здесь. Саша, очень интересная картина изображена на этом. Это гобелин, скорее всего, да? А нет, шпалера все-таки. Шпалера, да? Борьба хищных зверей за водопоя. Что ты видишь? Какие-то странные растения, да? Тропические растения, тропические растения. Можно предположить, что это какая-то Африка, ну зачем в Санкт-Петербурге производить африканскую картинку, непонятно. 1757 год. Мы видим здесь что? Мы видим здесь топира. Топира, вот это вот животное с нашим хоботом. Топир. Мы видим здесь краба. Мы видим здесь крокодила. Мы видим здесь очень странных лебедей, если не сказать больше. И мы видим здесь совершенно непонятную растительность. То есть, похоже, это действительно палеоэндемическое, так что сегодня считается палеоэндемической, потому что смарикабан с двумя зубами, то есть это какой-то палеоэндемик. Скорее всего, это как раз та флора и фауна, которая обитала в Подмосковье или в Петербурге. Под Питером, Санкт-Петербургская мануфактура. То есть, в 1757 году. В Санкт-Петербурге. Ну, мы примерно понимаем, что у нас вся растительность изменилась после потопа XIX века. То есть, в середине XIX века и тогда тисо-самшитого и леса Кавказа, по крайней мере, были заменены на хвойные. А вот что было действительно. И зимы не было? Зимы не было. Ну, зима у нас, понятно, что ее не было. Проходим мы вот этой великолепной экспозиции. И, в общем-то, мне очень жалко стало дракона, потому что, в какой зал мы не зайдем, его всегда убивают. Поэтому, может быть, оставить его в покое. Даже самки сделали, и опять ангел убивают. Да, и опять дракона убивают. Бедняга-дракон. То есть, насколько серьезный был этот исторический миф, который нам перевели по-разному. Там, Святой Георгий убивает змея, там еще что-то там. Мордук убивает Тиамат. Мордук. Да, Мордук убивает Тиамат. Тиамат. А на самом деле, это единый исторический миф убийства. И это не значит, что убили прям дракона. Это убийство тотема-дракона. И опять, что у нас получается? Кого мы больше всех не любим, и кого извратили совсем? Это монголо-татар. То есть, великих царства-царств получается. Великого царства-царств. Монголы великие, тартары-царства-царств. И кто у них был главный? Чингисхан, Нах-Зигнич. То есть, тотем дракона был у него. И что мы имеем сегодня? Везде у нас убивают фактически тотем Чингисхана или Мировингов. Может быть, это глобально победа земных нефилимов в водном? Очень интересное изображение. Называется апофеоз Петра Первого, да? Да. Я здесь заметил исполинов, крупных, как-то по черетам лица видно, что они крупные, связанные, получается. Вот один сидит, второй связанный, руки сидит. Что это такое вообще? То есть, это интерпретируют как изображение титанов. То есть, у нас титаны были повержены. Все эту так сказку про битву богов знают. То есть, якобы историки объясняют это этим. Вот у нас идет дальше иерархия, на вершине которой предки Петра как будто бы изображены. И вот коронация. То есть, христианского здесь ничего нету. Исполины внизу. То есть, это какое изображение? Какой веры? Ведической. Ну, возможно. А еще интересно, вот эти вот кувшинчики. Кувшинчики. Да. Они получаются, я просто, я как думаю, что в них это как зарядное устройство. Они заряжали вот эти вот, ну, чем он застрелял, я не знаю. Ну, точно не просто ядрами, а чем-то там ультразвуком или чем. И вот они, допустим, подзаряжали, к примеру, вот сюда вот. И хватало на несколько выстрелов. Ну, Петр Первый, он уже фактически античного вооружения не использовал. Есть даже информация, что он переплавлял какие-то старые очень пушки на новые пушки и колокола. Ну, это в момент, когда колокола. То есть, что-то после античного потопа, который предшествовал вот этой всей истории уже прихода к власти Петра, что-то изменилось. И они уже не могли это делать, потому вот они, минометы появлялись и все такое. А прошлое античное вооружение в виде того, что мы видим на коврах, в истории Троянской войны, тут все эти фашины, они уже о нем только вспоминали. Вот интересные, фактически, навигационные приборы. Вот это вот звездный глобус, так называемый. Прежде чем определить свое место астрономическим способом, измерив высоты азимута светил с их станом и компасом, соответственно, нужно интерпретировать эти звезды. Потому что в разрывах облаков не всегда угадываются созвездия. Вот для этого и нужен был звездный глобус. То есть, примерно зная свое место, по звездному глобусу и своим замерам отмерял те же высоты азимута и получал три звезды, которые ты измерил для определения места. Кто знает навигацию, меня поймет. Кто не знает, рассказываю. И после этого собранная информация об этих звездах уже рассчитывалась согласно навигационным таблицам. Это кропотливая достаточно работа, определение по звездам. А вот компас. То есть, мы имеем здесь солнечные часы, фактически. Для чего они были, ну, сказать, очень сложно. То есть, причем часы со странной шкалой в 24 часа. Вот у нас компас с утраченной стрелкой и вот звездный глобус. Но к этому должна была быть еще расчетный элемент, такой, какой мы видели в Марокко, называемый астралями. Мы видели вообще классическую астралябию в Марокко, у которой были не числовые позиции, не арабскими цифрами, не римскими, а арабскими буквами, как славянскими буквами цифровые данные записаны. И еще плюс блоки информации выносной. То есть, на астралябии заменялись диски. То есть, расчетный элемент астралябия. Вот поэтому, что мы сейчас видим, определить свое место в море невозможно. То есть, это только часть нужных инструментов. Кирилл, наконец мы попали в Эрмитаж и вот вход в него. Мы ищем наши 22 олимпийских бога, плюс 23. Здесь 10 каких-то интересных статуй. Очень размытые изображения, никто толком ничего сказать о них не может. А вот видим Гернеса, вот Афина. Вот эти 10, которых мы здесь видим, они у нас, получается, не соответствуют Олимпийскому пантеону. Но кто они все? Вот Фемида, мы можем. Фемида, понятно, и она в короне. То есть, изображение с мячом и в короне. Смотрите. Очевидно, вот это богиня-матерь Нинхурсак. Скажем так, по шумерам, а так она, кто она, Гера. Гера, да? И самое интересное, у Геры у нас Орел и Двуглавый Орел. И тут тоже вместо Диониса, получается, опять женщина вместо Диониса. И вместо целителя тоже женщина. Вот символ змеи, это целитель Нингерзиды, там Асклепии был, но в женском обличии это все. Ну, здесь что можно сказать? Что после античной цивилизации, после античного потопа, как-то изменился пантеон. То есть, функции, 23 функции осталось, но действующие лица изменились, а некоторые остались. Крида у нас осталась, Меркурий-Гермес остался, все остальные изменены. Уменены. Меркурий-Гермес остался, все остальные изменены. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok